Вас предупредили, чтобы вы покинули? Да, конечно. Вы готовы исполнить? Или не готовы? Любимый, можно я? Представься, пожалуйста. Пожалуйста, представься. Здравствуйте. Представший, добывающий вахт. Нет, есть где запрещено написано русским словом. Запрещено. Запрещено и подпись там. Нет, погодите. Вот смотрите, ваша вахта, допустим, заканчивается. У нас нет вахты. У нас нет вахты. Ну нет, вот у других людей. У других людей, да. Они не должны находиться здесь на территории. То есть здесь должно находиться определенное количество. Вы взрослые люди, вам не надо лишнего объяснять. Вы тоже взрослый человек. Определенное количество должно находиться здесь людей. Не должно здесь лишних находиться. Вы охрана? Просто. Да, охрана. Вы не выполняете требования. Мы можем вас удалить с объекта за территорией. Приходите в рабочий день. Несмотря на то, что мы уже не один день голодаем и у нас как бы силы на исходе, но мы нашли в себе силы для того, чтобы прийти сегодня на Батюнинский проезд 14, на комплекс СПТС. Покажи его весь. Вот он. Ребят, вы сегодня объявили голодовку. Расскажите, пожалуйста, что сегодня происходило на предприятии с утра, с 8 утра. Сергей, ты отдал свои требования, да, этому винокуру, товарищу этого винокуру? Александр Александрович. Сказал, что мы объявили голодовку, на что он ответил ваше право, и я ушел. Вызвал службу безопасности, и нас вместе всей бригадой выставили за ворота. Мы будем стоять здесь, за территорией, и ждать дальнейших развития, развития этого. Потому что разговаривать, как говорится, само руководство не пытается нас услышать, и мы не слышим их. Где вы сегодня предполагаете провести ночь? Здесь. Здесь, конечно, здесь. Вот прямо здесь, вот у этих ворот? Да. Ну, вот, наверное, машину какую-то, да, сядете? Да, будем сидеть в машине. Обратите внимание, насколько ребята наполнены решимостью, не отчаянно, а решимостью отстоять свои права. Потому что это неправильно, что они здесь работают, созидают. Вот. И руководство их не хочет слышать о том, что неправомерные действия начальника комплекса ремонтного, винокурового, абсолютно неправомерные. И если он, как говорится, действительно хочет на стороне интересов трудового, ну, права соблюдать, трудовой кодекс, он просто, должны быть другие действия направлены на то, чтобы приехал руководство, посмотрел, принял, побеседовал. Действительно, решить вопросы с тем, какая у них зарплата. А, кстати, у вас в трудовых договорах, как прописано, наклад или премия, или что там у вас написано, ребят? Когда я подписывал, мне был оклад 18500, насколько я помню, и копии договора. И больше ничего не было? Нет, они ее оставили себе, они мне не выдали. Даже копия договора, я не знаю, что это решение, оно немедленно должно быть устранено. Тебе сегодня винокуров подходил, да? Что он у тебя спрашивал? Что он у тебя потребовал сегодня? Он потребовал, чтобы... Я написал объяснительную очередную, почему я не выполняю свои должностные обязанности. А какие конкретно? Не указал? Нет, просто написано. Как написано было? Да, прошу дать объяснение по поводу не выполнения должностных обязанностей. А каких именно обязанностей? Ничего не написано. Обратите внимание. То есть человек без образования, получается, управляет вот этим большим предприятием, человек без образования. Мне приходилось еще смотреть, как он ставил резолюции. Знаете, какие он ставил резолюции? Там была такая резолюция, что отъедьте. Понимаете? Как можно на резолюции поставить? Отъедьте. Вот мне, допустим, как водителю, понятно, что резолюции должны ставиться. Возражаю или не возражаю. Человек попросил начальника автоколонны. Кстати, Сергей, он начальник автоколонны комплекса СПТС. Первая колонна, насколько я помню, начальник первой колонны. И вот данный человек работает на этом предприятии уже не один десяток лет. И господин Винокуров со своим образованием вперся сюда благодаря своим связям в верхних кругах руководства ГБУ автомобильной дороги. И вот со своими формулировками отъедьте. Вы еще знаете, как эти люди разговаривают с водителями. Это просто один сплошной мат. То есть человек на уровне колхоза пришел управлять целым предприятием. Поскольку наши требования практически совпадают, я вам предлагаю подписать официальный документ, который пойдет потом в мэрию Москвы. И здесь вам надо поставить ваш автограф. Что вы, как вы, согласны? Да. Держите. Единогласно. Субтитры подогнал «Симон»